Кыргызстан 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 Таких учебных заведений в Кыргызстане всего 10 По уровню обучения со средними школами их не сравнить Выпускники Мидресе знают лишь арабскую грамматику и умеют читать проповеди из Корана И только Все они, как правило, становятся имамами В итоге более 80% священнослужителей не имеют высшего религиозного образования Они и трактуют Коран по-разному и зачастую нарушают общепринятые религиозные и государственные каноны Известны даже случаи, когда имамы избивали верующих Те знания или тот уровень подготовки, который получают, например, в медресе, он не совсем отвечает реальным современности и требованиям. И поэтому традиционная мечеть, традиционное или официальное духовенство, оно, естественно, проигрывает по своему уровню знаний по сравнению с некоторыми, например, радикальными движениями. То есть в этом плане необходимо осовременить методы и инструменты подачи ислама. Имам центральной мечети Максад Туктомушев сам когда-то учился в медресе и не согласен с тем, что там дают плохое образование. Имамы, проповедующие в мечетях, работают по всем правилам ислама, уверяет Максад. Они проповедуют по принципу «возлюби ближнего своего». Ислам сам по себе проповедует мир и согласие. В то, что выпускники медресе могут пополнить ряды экстремистов, я не верю. Мы обучались по принципу «возлюби ближнего своего». Сам по себе ислам и проповеди в мечетях призывают людей к праведной жизни и мирным помыслам. Тем не менее, теологи призывают власти провести аттестацию всех имамов и учителей в медресе. Самое главное, по их словам, запретить, кому попало, проводить проповеди. Этим должны заниматься имамы с высшим религиозным образованием. Один из них, Нуркамил, к обязанностям приступил в прошлом году. Сразу после учебы на кыргызско-арабском факультете. Вообще, согласно исламу и религии, каждый правоверный мусульманин должен проповедовать где бы он ни был. На улице, на работе, в командировке. За это ему воздастся на небесах. Что я могу посоветовать молодым людям, которым читают проповеди на улице? Если проповедник зовет вас не в мечеть, а в частный дом на молитву, отказывайтесь от таких предложений. Настоящий мусульманин должен посещать городские мечети, а не подпольные квартиры. Именно в частных квартирах экстремистские организации устраивают коллективные молитвы. А главная причина, которая вынуждает молодежь примыкать к радикальным группировкам, это бедность, считают эксперты. В Кыргызстане более полумиллиона безработных. И если одни уезжают на заработки за рубеж, другие ищут спасение в религии. Сегодня где-то процентов под 80 безработица. Культурные очаги, которые были ранее, они все уничтожены. Показывают по телеканалу, который еще имеется. В основном это американский западный фильм, где насаждается экстремизм. Если хотите, там насаждается и исламский радикализм. Экстремистские организации завлекают людей, предлагая им немалые деньги. Основной упор на своих лекциях экстремисты делают на изменении государственного строя. А это уже уголовная статья. Осенью на юге страны спецслужбы провели операцию по ликвидации экстремистских бандформирований. За последние три месяца задержано 56 членов экстремистских организаций. На учете состоят 1200 человек. Среди задержанных немало из женщин. На оперативных съемках активная участница экстремистской организации Хизбут Тахрир. Живет в Бишкеке более 10 лет, состоит в религиозной партии. Она, по словам оперативников, занималась обучением новобранцев, знакомила их с уставом организации и много говорила о политике. Сура Собки, знаете, вчерашний, женщина, я наизусть прочитал, женщина, в семье. А это уже главное управление по противодействию экстремизму. Теперь каждый сотрудник должен знать Коран. Оперативники сутками изучают хадисы. Экстремисты, как правило, трактуют каждый аят Корана по-своему. Тем самым они сбивают с толку верующих, говорят эксперты. Без совершенствования методов, в том числе и методов, правоохранительных методов и правовых средств, бороться с экстремизмом и терроризмом почти невозможно. Спецслужбы решили бороться с экстремистами их же методами. Теперь каждый сотрудник милиции раздает вот такие вот буклеты с верными трактовками аятов из Корана. Буклеты красочно оформлены и самое главное, в них имеются строфы из Корана, призывающие верующих к миру и согласию. Нурмухамад Мулажанов тем временем от своих экстремистских идей отказываться не собирается. Он уверен, что осужден за правое дело. Бахлут Кучаманов, Зарлык, Раим Кулов, Султан Шайбеков и Нурлан Сатышев. Вместе из Кыргызстана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова